привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и недавно мы выложили у себя на канале ролик в котором я объяснял смысл трех слагаемых в уравнении бернули и многие наши зрители написали один и тот же комментарий а как это у вас получается что вода течет из области низкого давления в область высокого давления так не бывает все-таки так бывает и поскольку таких комментариев точно было не меньше 6 с этим вопросом нам обязательно надо разобраться и чтобы разобраться с этим вопросом мы рассмотрим простую механическую аналогию вот у меня имеется горка а на горке лежит шарик если его подтолкну рукой не очень сильно он конечно вернется назад но если я подтолкну его посильнее он перекатится через горку и уедет на другую сторону разгоняясь и теперь спрашивается но это же его рукой только внизу толкнул а дальше какая сила его поднимала наверх ну никакой силы действующей на него в ту сторону не было сила тяжести была но как раз ее проекция действовала против движения шарика а шарик двигался вверх по инерции ну или на языке энергий внизу я сообщил шарику кинетическую энергию поднимаясь вверх он кинетическую энергию утрачивает она перекачивается в потенциальную энергию в поле силы тяжести а потом наоборот когда он переехал через макушку потенциальная энергия переходит в кинетическую и теперь мы можем перейти к ключевой аналогии между шариком который закатывается на горку и скатывается с нее и водой текущей по трубе переменного сечения причем самому широкому сечению трубы будет соответствовать горка потому что здесь шарик имел наименьшую скорость ну и здесь смотрите через каждое сечение протекает одно и то же количество воды и чем уже сечение тем больше скорость стало быть самом широком сечении скорость будет самая маленькая это принцип непрерывности а теперь мы должны спросить ну а тогда что тормозит вот этот элемент жидкости который вырвался из узкого сечения движется к широкому но него не действует никакие силы кроме сил давления и это означает что сила давления со стороны так сказать широкого сечения будет больше чем со стороны узкого и в этом смысле в самом узком месте будет самое малое давление а в самом широком самое большое ну а теперь посмотрим на это еще под таким углом зрения мы шарик вот здесь подтолкнули рукой а дальше он закатывался на горку сам по инерции ну и про воду можно сказать то же самое мы разогнали где-то здесь ну например насосом толкнули а дальше она по трубе двигалась по инерции замедляясь и ускоряясь ну или говоря иначе у шарика кинетическая энергия переходила в потенциальную и здесь точно также у этого элемента жидкости его кинетическая энергия в узком сечении частично перешла в потенциальную энергию в широком когда мы вы затолкали в область самого большого давления ну а теперь я должен спросить себя а в чем же состояла проблема наших зрителей почему они не могли допустить что вода движется из области низкого давления в область более высокого давления ну а все дело здесь вязкости воды и опять таки мы можем перейти сначала на аналогию шариком ну шарик когда катится по рельсе трение достаточно маленькая ну и вот он укатился куда-то дальше еще один туда же отправлю а вот если я возьму брусок и толкну его по столу он достаточно быстро затормозится и чтобы его двигать по столу с постоянной скоростью ну нужно прикладывать какую-то силу точно так же и с водой физики сначала рассматривают модель идеальной невязкой жидкости но точно так же как они рассматривают сначала возможное движение без трения совсем ну и шарик хорошо моделирует это движение это понял когда-то еще галилей а потом уже переходят от движения этой не вязкой жидкости ну к следующим более сложным моделям а не вязкая жидкость она движется в трубе по инерции это трудно себе представить но это надо представить мы ее разогнали а дальше она летит через все эти уширения и сужения и то замедляется то ускоряется но так вот как бы такой кусок жидкости представьте себе как он летит туда ну как вот шарик ехал по этой самой если бы горка у меня была не на одном уровне он будто замедлялся то ускорялся и так бы туда и уехал и важна вот эта разница моделей сначала модель невязкой жидкости именно для нее выводится уравнение бернули потому что ну по сути своей она является законом сохранения энергии а потом уже если надо мы усложняем модели ну а когда мы рассматриваем движение по длинным трубам и вязкость надо учитывать там мы конечно понимаем что чтобы жидкость двигалась по такой трубе даже если у нее сечение постоянное ее надо проталкивать потому что есть потери энергии на трение этой жидкости а стенки ну и вот в этой усложненной картинке мы уже понимаем что мы создали повышенное давление выталкиваем жидкость на ту сторону но все равно локально если будут возникать уширения и сужения для которых ну можно считать движение инерционным трением на этих кусках будет при не брик можно пренебрегать здесь ну как бы вот в этих кусочках применение принципа бернули все равно будет справедливым а теперь наш традиционный вопрос и он будет вопросом на закрепление вот я беру дощечку и дую на нее из фена и спрашивается а какое давление внутри струи а где здесь области повышенного давления а где пониженного может быть есть и такие ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ю тубе